Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Карина, и в сегодняшнем видео я покажу вам свои покупки косметики как раз-таки из предыдущего влога. Это будет магазин Depot, магазин Rituals и магазин Miniso, по-моему, так называется. Покажу вам покупочки, их будет немного, но они достаточно интересные. Я надеюсь, что это видео вам понравится, и поехали! Давайте начнем с магазина Rituals. У них сейчас проходит акция. Акция состоит в том, что именно в бутиках, из-за того, что, видимо, они опять открылись, ну, так, по крайней мере, написано, их гели для душа стоят чуть дешевле, чем обычно, вернее, их гели-пенки для душа. Я себе взяла, вы видели из влога, что мы были в магазине в этом с подругой, и я себе купила. Значит, обычно гель для душа стоит 8,50, вернее, это даже пенка для душа, а сейчас она была минус 3%, это была скидка, она стоила 5,50. Я считаю, что за такие ароматы, за такую косметику, это очень даже хорошая цена. Очень тут его много, он такой тяжелый, здесь сколько? 200 мл. Ну, стандартно для геля для душа. Это их серия Хамам. Это аромат эвкалипта и розмарина. Боже мой, какой прекрасный аромат. Это действительно ощущение, что ты где-то в сауне. Класс. Я еще обязательно пойду в душ сегодня и буду наслаждаться просто. И я обожаю эти ароматы. Мне хотелось сразу несколько купить, но я подумала, что у меня еще есть гель для душа в целом в ванной комнате. И куда мне их? Когда я закончу этот, я куплю себе новый аромат, какой-то из серии Rituals. Поэтому, да, вот это вот ритуал The Ritual of Hamam. Это прям реально банная какая-то история. У него потрясающий, освежающий аромат. Поэтому я решила, что это прикольно вот именно для тела использовать как раз таки с таким ароматом. Что-то освежающее. Давайте следующее покажу. Это магазин был Miniso. Я вообще не знала то, что у нас заказывается в Германии. Есть магазин. Я видела, девчонки делают обзоры с этого магазина именно с России. И я не знала, что это здесь есть. И, конечно, туда зашло. Но он был очень маленький, поэтому я купила то, что я реально обожаю. Первое, что я увидела, мне очень понравилось, во-первых, и формат. И в целом у меня эти масочки заканчиваются. Это масочки минутки, как я их называю. Пяти минутки, минутки. В общем, маски-таблетки хлопковые, которые вы растворяете. Мне понравилось то, что с ней в этой упаковке идет вот такая вот мисочка, куда вы наливаете. Это гениально, потому что остальные так не делали, когда продавали. Ну, может быть, и есть, но я покупала просто в пакете. Давайте откроем. Я еще не открывала, ничего не смотрела. Видите, как тут не пакет, а коробочка. Здесь действительно будет удобно хранить. И вот она, эта мисочка. Даже орнамент у нее, у миски это есть. В мисочку, куда вы наливаете свой лосьон, кидаете вот эту маску. Я не знаю, какого она качества, лучшего или худшего, или такая же, как у меня сейчас. Но я обязательно попробую. Здесь 30 штук. И мне очень понравилось, что здесь есть как раз-таки вот эта вот история. Миска. Поэтому, да, мне понравилось то, что это в коробочке все. И я теперь свои маски буду хранить именно здесь. Это очень удобно. Стоила вот такая вот упаковка с 30 масками, таблетками. По-моему, 2 евро. Евро 99. Нормальная цена. Я, по-моему, свои покупала тоже около... Нет, я вру. Я, по-моему, свои покупала дороже. Мне кажется, я покупала доллара за 3 или за 4 где-то так. Ну, в общем, примерно одна и та же цена. Но, да, вот. Взяла их. И всем рекомендую вообще эти маски. Посмотрите видео, где я рассказывала в своем уходе то, что я постоянно использую. Находки. Это просто потрясающе. И также я взяла котоны. Японские котоны. Вообще, это японский магазин, я не сказала, да. Но, естественно, вот такие вещи практически все делаются в Китае. И вот это в том числе. Дело в том, что это котоны. Но не просто котоны. Вы помните? Я вам показывала котоны, которые покупала я, заказывая с ИБ. Они тоже мне пришли с Китая. Они прям такие тоненькие-тоненькие. Эти же толще. Поэтому я хотела попробовать... Смотрите, как открывается. Хотела попробовать именно потолще. Смотрите, какой потрясающий красивый розовый персиковый такой девчачий цвет этих котонов. Потрясающий. И это, кстати, 80% котона и какая-то фибра 20%. В общем, вот как они выглядят. Вау, смотрите. Они толще намного. С одной стороны они вот такие белые. Вот такие белые. Тут какие-то квадратики рифленые. Он, видите, потолще этот диск. А с другой стороны он вот такой. Розовенький. С одной белой. Вот. В общем, и он, видимо, это типа прошит, но не прошит, как будто запаян с двух сторон. То есть он прям такой солидный. Вот. И поэтому буду пробовать. Я думаю, что это мне тоже понравится история. И тоже, видите, удобно хранение. У него зип... Как? Зип-лог. Как он? Зип-пакет, короче. Тут вот так вот застегивает. Сейчас застегну. Здесь 180 штук. Это очень много. И я купила их тоже за евро 99. По-моему, свои катоны я тоже покупала, ну, примерно за ту же самую стоимость. Они все примерно одинаково стоят. Просто сибет ты должен ждать несколько недель, даже если ты с Китая идет. А здесь ты просто пошел и купил. И теперь я знаю, что у нас в магазине Минесо я могу купить вот эти настоящие крутые катоны. Не просто вот эти ватные диски. Поэтому я осталась очень довольна. И остался последний магазин. Это магазин от Все для дома. Это магазин Депот. Я не знаю, как это правильно говорится. Депо, наверное, или... Я не знаю, честно. Как это произносится. В общем-то, ладно. Первое, что я купила, это я взяла вот такие трубочки для коктейля. Потому что это именно специальные короткие трубочки. Типа вот летом, например, я люблю опироль, шприц. И туда нужна маленькая трубочка, потому что это бокал. Вот. Поэтому в такой вот... Для таких вот моментов, для таких коктейльчиков я просто взяла трубочки домой. Их цена евро 99. На самом деле, я думаю, что это... Здесь 100 штук. Мне кажется, это нормально в целом цена. Но я думаю, может быть, можно было бы найти дешевле. Примерно на 50 центов. Но я решила все равно взять, потому что их практически нигде не встретишь. Эти трубочки. Ну, вот в таких обычных маленьких продуктовых магазинах. И осталось две, получается... Две, да? Да, две вещи остались. Первое это... Тут, кстати, да, все тоже запаковывают в этом магазине. Там очень много всего. И прям глаза раздвигаются. И хочется. У меня даже приложение есть. Так. Первое... Да, что такое? Первое это вот такая подставка для свечей. Это настоящий камень. И я планирую этот подсвечник, можно сказать, тогда. Тут влезет много свечей, больших даже. Планирую поставить в ванной комнате. И там поставить какие-то кремы. Поставить свечи. И все так будет красиво смотреться. Мне очень нравится такая история. Это вот какой-то вот камень. Или типа как бетон даже похоже. В общем, да. Цена такого подноса для свечей стоит 3 евро 99 центов. Но это не только для свечей. То есть тут можно все что угодно. Можно косметику составить. Но ничего съедобного. Потому что написано только для декораций. Это не... Нельзя его не мочить, ничего. Поэтому в такое место поставить. Там очень много у них всяких подносов. Но, конечно, все я просто купить напросто не смогу. Пока что. Что мне хочется. Но вот это подходит, в принципе, по стилю в нашу ванную. Поэтому я взяла вот такой вот поднос каменный. И второе. Это я взяла такую тарелку. Тоже из камня. Ну, эта тарелка поднос, можно сказать. Цена ее 2 евро 99 центов. Это вообще я взяла на кухню. На ней можно подавать. Подавать сыры, подавать фрукты, десерты. Все что угодно. Вот такая плоская, небольшая каменная тарелка. Да. Ну, я думаю, для сыров. Вот когда буду делать сервировку и какие-то сыры поставить. Очень классно будет. Сюда же поставить соусницы с медом. Поэтому это все будет очень красиво. Также можно нарезку, колбасу, например. Мясную нарезку делать. Также, опять-таки, на стол. Даже салаты можно сюда выкладывать именно формой. Ну, чтобы она форму держала какие-то такие салаты. Имейте в виду. Фрукты. Все что угодно. Ну, вот. Да. Вот тут такие вот ножки. Там есть разных размеров эти тарелки. Но я взяла небольшую для начала. Поэтому, да, это все. Я благодарю вас за просмотр данного видео. Мы увидимся с вами в новых видео. Не забывайте подписываться на мой канал и также на мой инстаграм. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok